С каждым днем все дороже и дороже. Информация о том, что в Караганде хотят повысить плату за проезд до 75 тенге, мгновенно разлетелась по городу. Согласны ли горожане платить наполовину больше или выгоднее пройтись пешком, узнавал наш корреспондент Жан Сая Зияшева. Я считаю, что подъем проезда это создаст кое-какие сложности, например, у студентов. Но я сама студенка и каждый день езжу с пересадками. И в день, ну, выходит, это большая сумма, а так как стипендия у нас невысокая, то месячной стипендии нам не хватает. Также наше обучение немало стоит, у нас платников очень много и ХДшников. Ну, грантники, они тоже тратят деньги, но за наше обучение мы платим около 600 тысяч, плюс еще проездной, это очень много денег уходит. Родителей тоже жалко. Ну, лично мое мнение, я против этого, 75 тенге, потому что при условии, что мы учимся на платном, и завышать, что с 50 тенге мы каждый день расходуем минимум 500 тенге, а нашим родителям это уже трудно. И каждый месяц тратить за нас, и еще именно за проезд, лучше пешком ходить. Ну, лично я сама против либо проездной, либо 50 тенге. Ну, как бы 50 тенге, когда я достала 50 тенге, это тоже было для нас как бы шоком, 25 тенге, это было для нас нормой. То, что студенческие, то, что это. Сейчас еще подарок нам убрали, как бы проездные, проездные. Да хоть 2000 тенге проездные стоили, да, вот сейчас бы опять это к нам вернулось бы, и вот нормально. Вот я сейчас лично езжу с Пришатинска, мне как бы это по карману очень сильно бьет. Усложнит как бы нашу заднюю. На учебу ездить и так сейчас. Проездные и так дорогие сейчас, возможно, уже студенческими проездными мы не пользуемся, так как нам выгодно по 100 тенге туда-сюда ездить. До 75 тенге, поэтому нереально. Со стипенди 15 тысяч еще. Друзья как бы квартиру снимают, во-первых, если некоторые на платном еще учатся, еще 75 тенге платить, это будет очень тяжко, я думаю. Бензин-то не поднимается, а почему проезд поднимают? Ну мы это, что сделаем? Вообще-то это недопустимо, это, я не знаю, каким образом они это хотят делать, это просто выжимание денег, особенно для пенсионера это очень плохо будет. Вот это, я как пенсионер это могу сказать. Ну и для молодежи тоже. 75 тенге это даже больше, чем в Астане. В Астане 60, а у нас будет 75. А транспорт какой был, такой и остался. Спонсор выпуска новостей компания Galaxy Group с торговой маркой Allugal. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal.